Итак, друзья, всем привет. С момента, когда я запостил предыдущее видео, прошло где-то около 9 часов, может быть, даже уже и 9 часов. И на данный момент я владею следующей информацией. Ну, во-первых, начну с того, что мы сейчас сидим все дома, потому что, ну, скажем так, откровенно говоря, боимся выходить на улицу, потому что информация, которую мы владеем, находясь здесь, это то, что нежелательно ходить на улице и нежелательно ходить без масок, потому что, как говорят, вирус передается воздушно-капельным путем, то есть если на тебя покашляли, в общем, как-то попало на слизистую, в общем, можно заразиться. Поэтому мы стараемся никуда не выходить. Вот я сегодня был в магазине, купил все, что мне нужно было, ну, и пока не планирую вылазить на улицу, поэтому вы уж извините, видео будет вот с таким фоном, но я думаю, фон вам сейчас по барабану, вы сюда вряд ли за фоном пришли. По поводу сначала официальной информации, которой я владею на данный момент, это прям озвучиваю конкретно официальную информацию. Общее количество диагностированных 1399 человек. Летальных исходов 41 человек. И, внимание, выздоровевшие и выписанные 40 человек. В сети даже есть видео, где с цветами встречают выздоровевших. Плюс, добавок ко всему, уже есть новость о том, что первая женщина, которая была зафиксирована с этой болезнью, она уже тоже выздоровела и ее выписали. Касательно еще информации официальной к поводу Нанкина, напомню, я живу в городе Нанкин, Китай. У нас здесь в Нанкине сегодня вечером вышел указ о том, что по городу нужно ходить в масках и в общественные места нужно заходить только в маски и без маски могут штрафовать. Ну, то есть, ходить надо везде обязательно с маской. Ну, это, в принципе, понятно. То есть, сейчас уже прям точно только в маске можно. Далее. Наш менеджер, например, не может вылететь до сих пор из Гуанчжоу в Нанкин. Вот, она застряла в аэропорту и пока не может вылететь. Из неофициальной информации, сразу предупреждаю, это неофициальная информация, непроверенная информация. У нас просто есть сейчас в сети активно обсуждается, в сети, я имею в виду в Вичате, в китайской социальной сети, но среди русскоговорящих, информация о том, что, где, вернее, даже конкретно видео. И на видео человек русскоговорящий общается с китайцем, который хорошо разговаривает по-русски. И, якобы, внимание, это непроверенная информация, это просто информация из сети, что, якобы, в Ухане больше ста тысяч человек заразившихся. Вот, еще раз повторяю, это непроверенная информация, но вот она вот есть. Да, мы здесь сидим, переживаем, безусловно, но как по-другому, ну, как-никак мы находимся в эпицентре. Ну что ж, на данный момент больше пока новостей нету, завтра будет прямой эфир. Мы сегодня вот в прямом эфире договаривались, что завтра в 2 часа дня по московскому времени, то бишь 26 января, сделаем тоже прямой эфир. Вот, я соберу более подробную еще какую-нибудь информацию, озвучу ее вам. Если вам интересно, оставайтесь на канале, нажимайте колокольчик, чтобы не забывать об оповещениях. Спасибо, что смотрите, спасибо, что переживаете. Кстати, очень безумно приятно, что очень многие люди переживают, и это реально огромная поддержка. Спасибо вам большое за это, и спасибо за теплые слова. Всем пока-пока, Женя.